ПАДШИЙ В городской тюрьме казнен по приговору суда опасный преступник – маньяк-убийца. С этого момента в городе происходят одно за другим загадочные убийства. Притом, судя по телам жертв, убийства ритуального характера. Полицейский детектив Хоббс, присутствующий при казни маньяка, берется за расследование серии этих преступлений. И для начала выясняет, как зовут того, кто их совершил. Установив его имя, сыщик приходит к страшному выводу. Эти злодеяния не человеческих рукдела, а демона-убийцы, вырвавшегося в наш мир. Спаси и сохрани. Спокойная и размеренная жизнь Мэгги Аконнер превращается в сплошной кошмар, когда она узнает, что ее приемная дочь становится объектом преследования секты сатанистов. Мэгги, собрав всю свою волю и храбрость, отчаянно защищает свою малышку. Однако в битве с силами тьмы обычное оружие не может помочь. Только чистая душа маленькой девочки и ее врожденные способности могут остановить надвигающуюся катастрофу. Шесть демонов Эмили Роуз Фильм основан на реальных событиях. В 1976 году сеанс изгнания дьявола из молодой девушки закончился ее смертью. Священнику-экзорцисту, проводившему обряд, было предъявлено обвинение в убийстве. В поиске справедливости священник изучает историю появления демона и пытается доказать в суде факт существования потусторонних сил и их способность вмешиваться в жизнь людей. ОМЕН Трагедия в семье американского дипломата требует кардинального решения. Чтобы не дать жене уйти в глубокую депрессию, связанную со смертью новорожденного, Роберт Торн усыновляет ребенка. Это обычный мальчик, который с каждым годом становится все более замкнутым и мрачным. Его леденящий взгляд насквозь пронзает душу супруги Торна. Кажется, что малыш взирает на нее с ненавистью. Но Роберт не обращает никакого внимания на истерики Кэтрин, пока не становится слишком поздно. Какую тайну предстоит разгадать американскому дипломату, чтобы избавиться от порождения зла? Обряд Закончив духовную семинарию, только для получения бесплатного образования, Майкл Ковак вовсе не собирался становиться священником. Прежде чем его посвятят в сан, он решает написать заявление об уходе, так как якобы утратил веру. Его руководитель Падре Мэтью считает, что парню нужно пройти обучение в Риме и только потом решать, что делать дальше. Итальянский наставник оказывается никем иным, как экзорцистом. И выбор остается вовсе небольшой – отправить демона обратно в ад или же оказаться сраженным им посреди святого вечного города. Одержимость Майкла Кинга Главный герой фильма – режиссер-документалист, который не верит ни в Бога, ни в дьявола. После смерти любимой жены герой решает снять фильм о спириутализме, чтобы раз и навсегда доказать, что это выдумка. Он встречается с демонологами, некромантами и оккультистами, которые испытывают на нем самые темные и сильные заклинания. Сначала жизнь героя никак не меняется, что еще больше убеждает его в том, что вся мистика – это полная ерунда. Но вскоре у него в теле начинают пробуждаться неведомые и безудержные силы. Избави нас от лукавого Полицейский триллер о первостепенном зле, которое не одолеть оружием и идеальной боевой подготовкой. Полицейские Сарчи и Батлер не устают расчищать Южный Бронкс от криминальной грязи. Несколько последних выездов оказываются связаны между собой действующими лицами. И чтобы разобраться в запутанном деле, которое изматывает Сарчи галлюцинациями, он должен перебороть свое неверие и сарказм и обратиться за помощью к весьма нетипичному представителю духовенства – отцу Мендози, который поможет ему совершенно иначе взглянуть на ситуацию. Инкарнация Экзорцист Сет Эмбер Прикован к инвалидной коляске, но отсутствие возможности ходить компенсируется невероятным даром. Сет способен проникать в сознание одержимых дьяволом людей и изгонять нечисть изнутри. Главному герою за помощью обращается мать 11-летнего мальчика, в которого вселился могущественный демон. Священники, которые пытались изгнать злого духа из тела паренька, погибали один за другим. И теперь вся надежда лишь на Сета. Демон внутри Опытный патолога-анатом Томми Тилленд и его взрослый сын Остин владеют собственным моргом и крематорием Вирджинии. Однажды местный шериф подкидывает им работенки. К ним привозят труп неизвестной девушки, которые для протокола дают имя Джейн Доу. Тело девушки было найдено в подвале дома, в котором произошло массовое убийство. На первый взгляд дело кажется обычной рутиной. Однако в процессе вскрытия Томми и Остин выясняют, что хотя снаружи тело не имеет повреждений, внутренности Джейн Доу находятся в таком состоянии, как будто она стала жертвой некой загадочной ритуальной пытки. Вскоре после их открытия крематори захватывают некие злые, сверхъестественные силы. А какие фильмы о демонах нравятся вам? Пишите об этом в комментариях. До новых встреч. Пока.